Это выпуск большой спортивной программы. Меня зовут Антон Соркин. Приступим. В этот осенний пасмурный день мы подготовили много интересного. Коротко о том, что ждет вас в ближайшие 15 минут. Старт волейбольного сезона не за горами. На одном дыхании постараемся пройти без особых провалов, но со взлетами. Готов ли удивлять обновленный Енисей? Хоккейный Енисей вступает в схватку за первый трофей сезона. Болельщики вправе требовать всегда титулов. На кону выход в финальную часть Кубка России. Мозоль и боль и многочасовая борьба с самим собой. Ой, я очень ненавижу вопрос. Вот я прихожу, неважно, на работу, куда-то, друзьям, еще где-нибудь вопрос о гире взяла. Гиревик Юлия Рихтер делится самым сокровенным. В эти дни в Красноярске проходит турнир Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. Волейболистки Енисея выступают вполне успешно. Они главные претенденты на медали. Но сейчас речь пойдет о второй, мужской половине клуба. Не так давно команда под руководством сербского специалиста Любомира Травицы вернулась из Кемерово с бронзовыми миндалями Кубка Сибири и Дальнего Востока. Сегодня красноярцы возьмут старт в Кубке России. Но перед выездом в Москву нам все-таки удалось попасть на тренировку команды и узнать, что же представляет из себя обновленный Енисей. На время проведения женского турнира в Доме спорта имени Дворкина волейболистам Енисея пришлось переехать в новый зал спорткомплекса «Сопка». Команда одновременно восстанавливается от одного турнира и готовится к следующему. Пока что в клубе нет лишь одного игрока. Это капитана сборной Австралии Пола Кэрролла. Игрок сейчас выступает за свою национальную команду на чемпионате мира. Но даже его отсутствие в расположении клуба в самый важный подготовительный момент не сильно пугает главного тренера. Это нормальная ситуация. К тому же это игрок национальной команды. Для таких игроков, как он, ничего сложного нет. Влиться в коллектив за месяц, за 20 дней, за 10 дней он всегда будет показывать хороший результат. В этом году за Енисея будут выступать уже два иностранца. Чемпион Европы 2015 года француз Николай Марешаль уже успел поиграть за Енисей. Только перед вылетом в Москву он был освобожден от работы в общей группе из-за небольшого повреждения. У меня небольшая травма, но ничего серьезного. Через пару дней буду в строю. Самому же будет интересно поиграть в России, так как здесь один из сильнейших чемпионатов. Конечно, не стоит забывать и про костяк команды. Антона Мысина, Александра Янутова, Александра Крицкого. Но все же на протяжении двух последних сезонов главной звездой клуба считался Алексей Спиридонов. Теперь же эту роль будет исполнять олимпийский чемпион Лондона Дмитрий Ильиных. Стоит сказать, что с Енисеем еще ни разу не подписывали контракты игроки, имеющих золотую медаль главного старта четырехлетия. Сам же волейболист, выступая за Красноярск, планирует вернуть себе место в сборной России. Я думаю, у нас очень сплоченный коллектив будет. Все, так скажем, на одном дыхании постараемся пройти. Без особых провалов. Но со взглядами. Как видно, в команде появилось много новичков вполне хорошего уровня. Но все же главное приобретение Енисея можно считать его наставника Любомира Травицу. Человек с огромным международным опытом. Главное, что сами отмечают волейболисты, наставнику не присущи жесткие методы работы, которые в определенной степени применяют российские тренеры. Но тут есть и свои нюансы. Не всегда специалисты с европейским менталитетом, работая в России, могли выжимать максимум из своих подопечных. Но если это все-таки происходило, результат не заставлял себя долго ждать. Кубок Сибири особо не дал почвы для размышления. Основное понимание готовности к сезону появится только после Кубка России в Москве. Только тогда мы поймем, что есть какие-то негативные моменты. И уже будем готовиться к старту российской суперлиги. Все ждут от этого сезона более лучших результатов. Поставили руководство задачу попасть в восьмерку, выйти в плей-офф. Будем стараться, если не будет никаких травм, не будет никаких срывов. Надеюсь, что все должно получиться. Хоккейный сезон открыт. Команды западной части нашей страны уже провели первые матчи розыгрыша Кубка России. Восточная конференция только готовится к старту в турнире. Семь команд соберутся в Кемерово, где выявят два лучших клуба, которым предстоит сыграть в финальной стадии Кубка. В соседний регион Енисея отправился уже сегодня. Но перед этим съемочная группа Афонтова Спорт записала небольшое интервью у главного тренера команды Ивана Максимова. Для нас вообще считается первостепенно это выход в финальную часть Кубка России. И дальше мы уже будем просматривать следующие наши действия. Этот турнир будет очень непростым для нас. Всегда игра команды зависит от того, как позволяет им это делать соперник. Как нам позволит делать соперник. Я считаю, что вот те шесть команд, еще плюс, которые будут играть вместе с нами, о которых я вам говорил, они тоже готовы. Поэтому здесь не только все будет зависеть от того, как играет Енисей. Конечно, я уверен в своих ребятах. И ребята все готовы на 100%. У нас сейчас два игрока новых, которые будут играть в стартовом составе. Молодые ребята, которые пришли в команду и которые уже обязаны будут стать помощниками в игре команды. И может быть даже ключевыми игроками. Поэтому здесь, наверное, очень нехорошо для нас, что именно 20 сентября мы уже должны играть ключевые матчи. Потому что, наверное, нам бы хотелось немного иметь времени для того, чтобы сыграться. Ребятам почувствовать себя уверенно, комфортно, на своих позициях. Никто не может сказать, мы будем сильнее, слабее, мы будем другими пока. То, какими мы будем, сильными или слабыми, вот мы и посмотрим. Александр Егорычев, нападающий, это воспитанник красноярской системы. Долгое время он играл в других командах. Но Патрик Шострим, это шведский защитник, игрок Вестероса, чемпион Швеции, кандидат в национальную сборную. И сейчас наша задача таким быстрым экспресс-методом вложить ребятам в голову нашу философию, наше понимание игры. Патрик очень комфортно себя чувствует и ему очень нравится находиться в Красноярске, находиться в команде. Он все время говорит о том, что он очень доволен своим выбором. Болельщики вообще в принципе вправе требовать всегда титулов. Но болельщики должны понимать то, что мы работаем над красотой игры, именно получать удовольствие от самого стиля инисея, от комбинации, от игроков, от индивидуальных действий игроков, от их слаженных действий. И от этого придет результат. Знакомьтесь, Юлия Рихтер, одна из сильнейших представительниц гиревого спорта в России. Не так давно Красноярка выиграла этап Кубка мира, за 10 минут совершив рывок гирей весом 24 килограмма 161 раз. В общем, мужики нервно глотают воздух в сторонке. Предлагаем вам поближе узнать эту лучезарную спортсменку. Гиревой спорт – исконно русский вид спорта. И еще не нашлось тех, кто бы смог превзойти нас в этой дисциплине. Самое главное, что гиревиков порою невозможно выделить из толпы. Когда мы первый раз повстречались с Юлей, мне было сложно поверить, что эта девушка с легкостью может тягать 24-килограммовую гирю. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, значит, вы тренируетесь, да? Да, я тренирую здесь, но немного в другом зале, подальше. Надо туда пройти, да? Да, надо пройти. С удовольствием. Пошлите. Вот здесь, собственно, я тренируюсь. Это для вас отдельная комната? Ну как, видимо, я решила, что это для меня отдельная комната. Вообще, это мужской зал. Но мне парни никогда ничего против не говорят, если я занимаюсь здесь. Ну, собственно, да, резиной. Ну, я это понимаю, здесь все знают, что сюда заходить нельзя. Здесь работает Юлия Викторовна. Ну, просто так заходят, готовят, опять эта комната самоубийства. Почему? Потому что очень тяжелые у меня тренировки. В принципе, в детстве я была крепкая, но я была, как сказать, некрасиво крепкая, толстая такая девочка. Вот. Но сильная. Поэтому я не занималась групповыми видами спорта, там, баскетболом. Помню, в пятом классе играли, как-то случайно девочке сломало нос. После этого я не играла в холодные виды. Думаю, мне надо что-то более индивидуальное такое. Вот это легенькое 16, это минимально. Вот это 16. Ну, так всегда, так всегда. Ладно, ладно. Давайте я вас... Ой, какая она! Нет, это 32, это не надо. А, именно она. Так. Мы можем взять вот эту куку сукридину, вот я даю вам. Давайте. И можем нормально... Две гири, да? Две гири хватит? Да, это 24. Ну, в общем, все нюансы соблюдены. Юлия, с чего начинается тренировочное занятие? Ну, богатыря любого. И богатырши. И богатырши, да? Ну, во-первых, надо подготовить себя. Я начинаю обязательно с того, что я снимаю свои любимые колечки. Конечно, я... Ну, какие-нибудь тяжелые... Можно акцент на ладони? Видно, человек не халтурит в зале. Ну, в общем, вот я сорвала ручки. Это как бы не очень хорошо. Знакомство с гирией у Юлии произошло в университете. Там ее заметил преподаватель физкультуры, который являлся мастером спорта. Собственно, именно он развил в юной девушке потенциал. Мне очень нравилось это чувство, что я занимаюсь чем-то необычным, потому что это нетипично. Это было интересно. То есть все равно очень нетрадиционно занималась я и моя подруга. Мы вдвоем ходили, что вот... Немножко своей крутости мы ощущали, да. Но я никому не говорила, из своих знакомых, друзей. Думаю, парни меня вообще не поймут, скажут, что ненормально. То есть я очень долго это скрывала. Элементарные упражнения первые. Ну просто ее понятно взять. Спина Рома, как вот говорила. Вот как при приседе, например. То есть вот они пошли, какие тьмахи делаем. Нет, это 16 у меня. Ну на что я не отстаю? Нет. Ой, я очень ненавижу вопрос. Вот я прихожу, неважно, на работу, куда-то, друзьям еще где-нибудь вопрос. А гирю взяла? Или а что у тебя такая сумка тяжелая? Там что, гиря? И так человек смеется искренне, как будто он супер шутку придумал. А я ее слышу раз в 500 из своей жизни. Ну я уже отшутирую. Они говорят, а нет, я ее как бы в зале оставила или еще что-нибудь. Но это вопрос я больше всего уже ненавижу. Типа, ты такой оригинальный. Помимо спортивного зала, Юлия, как и все из нас, ходит на работу. Только ее род деятельности совсем не связан со спортом. Девушка работает в системе ГУФСИНА. Если она выпадет, ничего страшного, да? Ну если на резину, ничего. Хорошо. А если она? Ну и вот. Тем более. Так, мне почувствовать ее, да? Вот, вот. Мне страшно. А теперь 24. Ну это женские нормативки. Ну я новичок в этом виде спорта. И просто стараться задушку именно схватить. Ну вот. Можно одной рукой уже пробовать. Не, не, не хочу, не хочу. И еще сложно быть гиревым спортом, потому что он неинтересный на самом деле. Очень сложным заниматься. Ты только на своей силе воли. Это не команда, это не волейбол, это не плавание. Где ты получаешь эмоции у других спортсменов. Тут борьба вся внутри тебя. Я люблю сладкое, я люблю еду. Нет, у меня нет такого, что именно сладкое я люблю. Ну я не люблю с маленькими порциями, например. Ну правда. На самом деле я, например, ем мясо. Вообще, я как бы просила есть мясо. Тоже вот сейчас много вопросов, как же ты гири поднимаешь. Все нормально, ребята. Несмотря на все успехи, сама Юлия считает, что еще не достигла своего максимума. Сейчас в ее планах выполнить норматив мастера спорта международного класса. Один из критериев – нужно выполнить 181 рывок гирей весом 24 килограмма. Так что борьба с собой еще не закончена. Я планирую вообще их не бросать. То есть в любом возрасте заниматься. Я все равно буду заниматься спортом для себя. Гири всегда у меня будут. Суки. Суки. Классная шутка. Дорогие друзья, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Не скучайте и увидимся ровно через неделю. Любите спорт. Пока. Я хочу вызвать вас на дуэль. Ой, страшно. Страшно, да? Я 10 минут не выгребу все. Ну, это тяжело для меня. Давайте 30 секунд. Кто за эти 30 секунд больше сделает, Кто-то молодец, наверное. Раз. Два. Сколько вы? 17. 17? Я 19. Не правда. Да я знаю, я 15 раз, друзья. 15 раз, но два раза. Юля. За 30 секунд нормально. Ну, 16 килограмм это детский же вес. Ну, так вообще. 24, конечно, я не буду. Я на работу не приду тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова